Гости давно разъехались, часы пробили половину первого, в комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина. «Итак, это дело решенное», — промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару. «Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич». Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку. «У меня не было первой любви», — сказал он наконец. «Я прямо начал со второй». «Это каким образом?» «Очень просто. Мне было 18 лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней. Но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не вновь, точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою няню, но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если бы я их и помнил, кого это может интересовать». «Хм, так как же быть?» — начал хозяин. «В моей первой любви тоже немного занимательного. Я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой. И все у нас шло как по маслу. Отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак, не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и немолодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович? «Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных», — ответил с небольшой запинкой. Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью. «А-а-а-а!» — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. «Тем лучше, рассказывайте!» «Извольте. Или нет. Рассказывать я не стану. Я не мастер рассказывать. Выходит сухо и коротко, или пространно и фальшиво.